На территории Московской области будут проживать и тренироваться 9 футбольных команд. Это такие сборные, как Аргентина, как Португалия, Лионель Месси, Криштиан Роналдо приедут и будут жить непосредственно в близости друг от друга. Конечно, стоит уделить внимание Истринскому городскому округу, где будет жить и Франция, и Бельгия. На Химке ляжет большая ответственность, там будет жить аж три сборные, это Перу, Россия и Мексика. И, конечно же, Тунис и Иран также выбрали для проживания территорию Московской области. Работа по реконструкции 11 спортивных тренировочных баз началась еще в 2013 году и сейчас находится в стадии завершения. По оценкам специалистов, в 2018 году в Подмосковье посетят около двух миллионов туристов, в том числе порядка полумиллиона болельщиков. Для их приема создается качественная инфраструктура. Например, броницы. Для болельщиков планируется открыть вообще палаточный лагерь с необходимым уровнем удобств. Город сможет принять в это время и разместить порядка пяти тысяч болельщиков. Приведены в порядок 20 вылетных магистралей, которые ведут к объектам чемпионата мира 2018 года. В результате восстановлено более 250 неработающих участков наружного освещения дорог. Было ликвидировано более тысячи единиц незаконного рекламного мусора. Приведено в порядок более 800 световых информационных средств. Ликвидировано 565 навалов и свалок мусора. Устранено более 800 нарушений чистоты полосы отвода автодорог. Ликвидировано 254 объекта несанкционированной торговли. Проведена работа по приведению в порядок 56 въездных групп в 24 городах Подмосковья. Это приводились в порядок не только сами стелы, но и земельные участки протяженностью около одного километра вдоль автомобильных дорог на въездах в эти муниципалитеты. В городах Московской области приводятся в порядок парки, скверы, фасады и дороги. То есть все полностью было приведено за это время в нормативное состояние. Но вместе с этим мы понимаем, что прошла зима, было большое количество переходов через ноль. И сейчас вместе с профильным министерством, вместе с Татьяной Семеновной мы осуществляем контроль для того, чтобы в апреле-май полностью привести в соответствие то, что у нас за зиму где-то пришло в негодность. На территории Подмосковья разработано 7 туристических маршрутов. Это, конечно, традиционно Троиц Сергиева Лавра в Сергиевом посаде, это тропа паломников Воскресенского Новоирусалимского монастыря в Истре, это Коломенский Кремль, это Дмитровский Кремль, конечно, Государственный дом Музея Чайковского. Это вот те основные туристические зоны, которые мы будем предлагать болельщикам, потому что мы понимаем, что у них будут свободные дни от игры, им необходимо будет чем-то себя занять. Что касается одного из главных вопросов обеспечения безопасности, то Роман Сережков заверил, что силовые структуры готовы обеспечить ее на 100%. У нас на территории Московской области создан оперативный штаб, туда входят органы безопасности, мы максимально корректно отслеживаем, смотрим и создаем все условия для комфортного и безопасного проживания. Я уверен, что ни один болельщик, тем более болельщик с сборной России, не будет вступать ни в какие противоправные действия. Для этого у нас есть отличная большая культурная программа, которую мы готовы будем предоставить каждому желающим. Поэтому, welcome Moscow Region. Андрей Пластунов, Елизавета Скребина для программы «Городские вести». Спасибо.